Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают И почему губернатор города обратил внимание на механизм исполнения закона о тишине Касается каждого Смотрите сейчас Почему? Ну прокомментируйте ситуацию, раз вы активный гражданин С активным гражданином Головный кодекс Вот уже пять лет город-герой Севастополь находится в составе Российской Федерации Но до сих пор ни чиновники города, ни общественность не определились с тем, в каком ключе должен развиваться город-крепость Севастополь Кто-то уверенно заявляет, что наш город курортный и мечтает о развитии туристической отрасли Кто-то по-прежнему думает, что мы живем в городе интеллектуального, музейного туризма Мне немного, но генеральной линии до сих пор нет Это рождает постоянное столкновение приверженцев разных концепций Что зачастую выливается в скандалы и недопонимания Яркий показатель этих разногласий Закон о тишине, написанный депутатами Кулагиным и Гореловым еще в 15-м году До сих пор, к сожалению, не работает Мы это выясняли еще в конце мая Когда прошли после 10 часов вечера с камерой по артбухте И администраторов всех пятейных заведений ознакомились с законом и попросили выключать музыку Тогда, в мае, все были сговорчивые Музыку не выключили только сотрудники кафе «Тенистый дворик» Чтобы окончательно проверить, как работает закон о тишине Мы тогда вызывали наряд полиции, который принял от нас заявление о нарушении тишины И опросил администратора кафе Тогда наш сюжет набрал 19 тысяч просмотров в соцсетях Прошло почти три месяца Но никакой реакции от МВД или какого-либо департамента Севастополя мы не получили Привет законотворцам, которые не прописали механизм действия закона Сейчас мы можем с уверенностью сказать, что закон о тишине В городе Севастополе не работает Во-первых, коммерсанты-рестораторы на него плевать хотели И выключают музыку тогда, когда им захочется А во-вторых, даже если граждане жалуются на несоблюдение закона Органы власти, кроме, конечно же, ППС Не реагируют никак То есть тоже плевать хотели Такое вот государственное управление Несколько дней назад в Рио губернатора Севастополя Михаил Развожаев В двух словах описал неработающий механизм закона о тишине У нас возложены, допустим, полномочия О выписывании административных штрафов На региональный департамент правительства Вот не очень представляю, как это вообще в принципе осуществимо Чтобы специалисты департамента после 23-х Что ходили по улицам, выписывали какие-то Значит, постановления об административных штрафах Что касается полиции, то с ней нет пока соглашения И, соответственно, у них нет соответствующих материальных ресурсов Буквально накануне глава города опубликовал в соцсетях пост В котором рассказал о своих впечатлениях О поздней вечерней прогулке по совсем не тихому центру Вечером прогулялся по центру города Скажите, а вот эти концерты и дискотеки в центре после 11-ти Всех устраивают? Мы решили выйти вечером в центр города И снять, как работает закон о тишине Спустя три месяца после нашей программы И, что самое важное, после обращения внимания главы Севастополя На эту проблему Картина, скажем прямо, не то, что не изменилась Но обо всем по порядку Нашу прогулку мы начали в 11 часов вечера с Приморского бульвара На котором завершался уличный концерт группы «Джем на Приморском» Мы спросили у ребят, что они думают о законе о тишине Согласно которого шуметь нельзя уже после 10 вечера И что бы они изменили в законе? Я бы вот просто в сезон, в сезон, в сезон бы сделал бы на час, то есть больше По будням до 11, а по выходным вообще до 12 Но вам бы хватило этого времени? Да, 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 абсолютно На час как бы сделать? Даже хотя бы За то, чтобы последний час, допустим, здесь если можно взять потише Это корректируем, то есть сделать, ну, раньше 9 люди просто не выходят То есть в сезон, сейчас еще там, ну, неделя максимум, потом школа, шут все Разъедутся там, в лучшем случае там появится там после пятого Я за то, чтобы Севастополь был показателем, ну, как бы, движения культурного Здесь есть русский рок, есть, там, не знаю, там, бог с ним, джаз Да, там, товарищ Сережа, джаз Ну, не важно, там, жизнь должна кипеть, она не должна стоять на месте Вот это самое главное А вот такой вопрос зонирования Если, допустим, сделать зону, где вечером все работает, работает до часу, до двух Соответственно, там и площадки Этот вопрос мог бы как-то чуть-чуть изменить туризм здесь? Мог бы, но для этого надо изменить планировку города Да, инфраструктуру, то есть загнать всех, ну, к примеру, на Учкуевку, да, вот, сделать и мост, да, вот, на Учкуевке, все-таки, вот, там, с 11 до утра, в Учкуевке, там, скажем так, с июня по, там, конец сентября, там, идет фестиваль, да Ну, это было бы решением Ну, пусть даже если космическим Нет, если сделать такие места, да, определенные Где нежилые массивы, да, вот, отдаленно от, более-менее То есть, почему нет, сделать, вот, именно для этого, выделить площадку Вот, хорошо Далее мы двинулись по набережной Корнилова, которая буквально утопала в музыке И в последний миг поднялась волна Море гранит, молчание, жажда, жизнь Сушит сердца родна Но если кафе шумят ночью, чтобы привлечь свои стены посетителей, то совершенно неясно, для чего так громко шумит дельфинарий А оправдано ли это? Дельфины, свеж и нема Страшно представить, какой наступит хаос, если все работающие только днем коммерсанты будут оставлять на ночь на стенах своих магазинов говорящие световые панно Дальше мы вышли в артбухту, которая не спит по ночам и словно попали на дискотеку В майском выпуске площади Нахимова одним из первых, кто нас услышал, был администратор кафе Шашлык Машлык Он тогда сказал, что о законе не слышал и быстро выключил музыку Каково же было наше удивление, когда выяснилось, что одним из самых громких кафе 20 августа был именно Шашлык Машлык Вот сегодня разговаривали с человеком, которого вы арендуете Он сказал, что у меня арендаторы закона не нарушают Нет, мы, кстати, не нарушаем Мы его на 5 минут ключа, вы как чувствуете И выключаете, да? И выключаете Опять будете, господи, господи Я скоро известен там Ну, конечно Так люди идут там Давайте выключим Супер, спасибо Дальше тенистый дворик Громкая музыка и, как всегда, несговорчивый администратор, который музыку выключать не захотел Парни, а можно администратор попасть? Здравствуйте Здравствуйте, нам бы администратора Я вас слушаю А вы, да? Я же меня Смотрите, мы у вас уже были однажды, писали даже заявление Закона тишине здесь вот с 22 до 7, а сейчас уже без 15 Без 25 до 12 Можно вас попросить прибрать? Чуть-чуть убрать? Ну, посмотрите, так как у вас получается так, смотрите Вы когда чуть-чуть прибираете, я все равно слышно Потому что арбук, наверное, вот такая вот И вот на осенями, на спальных домах все равно слышно И у нас была проблема с другим администратором Когда он говорит, я потише сделаю, выключать не буду Меня начальство тебя будет ругать Ну и получилось так, что мы вызвали полицию, они правда пришли, нам все это записали А ее выключить реально? Выключить, ну, к сожалению Тише сделаем, но сделаем так, чтобы постараться не было слышно там Здесь очень важно понять одну простую формулу, на которой строится закон о тишине Дело в том, что с 22 до 8 часов вечера никакие децибелы не нужны Измерение не производится, это запрещенное время для любого шума Должна быть полная тишина в соответствии со 161 законом Ну, Сергей имеет в виду, что если звукоучиливающее оборудование используют, значит, ну, все, это нарушение автоматически Поэтому все увеселительные заведения, из колонок которых на улицу изливаются ритмы музыки, автоматически нарушают закон Следующие ночные меломаны, к которым мы пришли в гости, кафе «Дуй сюда», у которых была включена громкая музыка Мы рассказали им о законе и попросили музыку выключить Есть такой закон о тишине И вот он, с 10 вечера уже вообще нельзя использовать колонку Можно вас попросить, пожалуйста, что можно вынести? А на сколько можно выключить? Вообще выключить То есть тут все... Если используется звукоусиливающее оборудование, нарушение, можно вызывать спокойные болезни Если есть ближачки, это заведение, допустим, дома Вот начинается жилая давать, синяя Вот начинается... Нужно же такое шумоусиливающее? Мы же едва его слышали Ну вот смотрите, вообще, вообще, смотрите, сейчас я вам найду, чтобы... Источник шума, изделие, агрегат, устройство, являющийся источником физических факторов Вот здесь, начальник шумового, вот здесь... В общем, если используется шумоусиливающее оборудование, то требуется, чтобы кафе была огорожена стенами То есть, как в помещениях, чтобы зра не было слышно Спасибо большое! Но стоило нам отойти, музыку вернули назад Мы будем приходить каждый раз, когда вы будете встречать с вами Вот, а что? Да Вообще, что и лучше? Если встречается в колонке... То есть, мы вправе вызвать полицию, они вправе поставить протокол, передать департамент , и с вашим юрлицом уже будут разбираться Она будет оборудования И если администраторы ресторации, в которые мы заходили с нами, старались разговаривать, администратор кафе «Твой бар» ушла в глухую несознанку. Есть такой у нас закон о тишине. Мы журналисты. И там вот в нем прописано, что с 10 до 7 нельзя использовать шумоусиливающие оборудования, ну то есть колонны. Можно вас попросить выключить? Да, хорошо. Можете пока присесть. А, нет, мы будут рядышком. Переговорить или выключить? Я сделаю выключить. Нет, ее надо выключить. А, если я тогда выключу? Давай. Ну и тогда придет в полицию выключить. А, хорошо. Да, давайте. Хорошо, более компетентно. На данный момент у меня нет руководства на рабочем месте. Все, что могу вам предложить, можете посесть и выпить, что кофе. Что конкретно звука, мы не превышаем допущенный уровень бассейнов. Нет, вы бенз... смотрите, подождите. Вы, значит, не читали закон. В законе все очень просто написано, смотрите. Значит, объектами защищаемыми. Места отдыха горожан на территории муниципальных округов, предоставленных территорий, детские, игровые, спортивные площадки один в один просто. Плюс скверы там и так далее. Значит, действия оказывают шумовое воздействие. Использование телевизоров, радиоприемников. Ну, все, что усиливает... То есть, если оно включено, значит, уже нарушают. Сегодня это нам расшифровывал директор департамента. То есть, вы нарушаете. Полицию вызываете? Ну, если никаких других никому компромиссов с вами не прикольно, можно... Хорошо, все. К компромиссу мы не пришли. Музыка выключена не была. Мы вызвали полицию. К моменту прихода наряда музыку сделали тише, но все же не выключили. День, а можно на полицию переключить? А мы хотим вызвать наряд полиции на Вардбухту. Здесь нарушается закон о тишине города Севастополь. А пока мы ждали полицейских, я прошелся с камерой по тем кафе, которые якобы выключили музыку. Но, как оказалось, выключили только для вида. Шашлык-машлык играл музыку, как и раньше. Причем с обеих сторон. А охрана тенистого дворика, вернувшего громкость на прежний уровень, заинтересовалась нами и причинами нашего интереса к громкой музыке. Но, правда, на камеру разговаривать с нами постеснялась. Нет, на камеру я не буду разговаривать с вами. Я вас поинтересуюсь. А я на работе. А вдруг вы сейчас что-нибудь скажете о таком? А я не буду. Очень интересно будет зрителям. Не надо снимать. Вечер вторника в Вардбухте был достаточно оживленным. В кафе было много посетителей, а по улицам ходили группы молодежи. На наше обращение к администраторам заведений посетители смотрели с интересом и искренним непониманием, зачем нам вдруг понадобилось в разгар ночного отдыха приставать к ресторациям и что-то им рассказывать. Это классическая реакция на людей, которые требуют соблюдения законов. Большинство очевидцев либо удивленно наблюдает, либо ведет себя так, как будто им мешают этими требованиями. Вот по старой доброй традиции, только уже попозже, в 23.51, если вам видно, мы здесь, в Вардбухте, которая никогда не спит, так получается. Только сегодня мы обсудили с представителями департамента развития территории города Севастополя, с представителем власти, с представителями Заксобрания, с представителями Росгвардии о том, что закон должен соблюдаться, но закон, к сожалению, не работает. Вот уже 12 часов вечера, и ни одно кафе не хочет выключать музыку, хотя по закону прописано, что это нарушение. Мы вызвали полицию, как обычно, и вот сейчас будем обходить все кафе вместе с патрулем, посмотрим, что из этого получится. Это сотрудники кафе «Дуй сюда», в котором ставка делается на кальяны и восточную музыку. Молодые люди подошли к вопросу со смекалкой. Раз мы не даем им включать музыку на колонках в шатре, они решили включать ее из колонок машины. Вот уж поистине русские не сдаются, но как только они нас заметили, и этот вариант был отложен. Видишь, сейчас как музыка играет? Это играет с машины, правильно? И машину так же можно сделать? Не, я понимаю. Допустим, играет с машины, и сделать его нам много тише. Допустим, если вот здесь стоишь, ты его уже не слышишь. Доброй ночи, это мы звоним. Доброй ночи, я представлю сразу, в двух словах ситуация. Мы месяц назад делали примерно такой же сюжет, так же вызывали бойцов с РУВД, да, с Ленинского? Вот, тоже наряд приходил по полутинистого дворика. Мы всем подходили, показывали, что есть такой 202-й закон о тишине. Всех просили выключить, все выключали, а чинисты говорят, не хочу в свой бар. В общем, включает музыку все. Всем плевать, даже мы прошли, им рассказали, а не включать. Вот. Ну вот надо... Вы заявляете, выключай. Да? Не, ну мы его глушили вчера, вот, когда заступили, он выключал музыку. А, то есть вы даже сами... Да, мы подходим туда, не выключали музыку. Ну, в общем, мы в четыре. Еще одной особенностью закона о тишине является тот факт, что его никто не исполняет, и совершенно этого не стесняется. Полицейские нам рассказали, что они постоянно делают замечания ресторанам 100-метровки, просят выключить музыку, играющую на улицу. Но как только они отходят, администраторы музыку включают до того же уровня. Выходит, что через неуважение к закону и к полиции теряется имидж не только города, но и правоохранительной системы. А это уже угроза гражданской безопасности. Закон для вас не писан. Нужно, чтобы кто-то приходил... Да, мне нужно, чтобы правоохранительный орган вывели мне какой-либо документ о том, что мы заключаем. А закон для вас не документ? Закон, конечно, документ. Но на данный момент это лишь формат А4, запечатанный для какого-то документа. А незакон вообще печатан? Не пропечатан, не мукопечатан, не подписан. А вы не знаете, да, что такое закон? Я не юридически не подкована, к сожалению, не от юридического образования. Хорошо, можете продавить свои документы, пожалуйста, и написать. Оказывается, чтобы кафе не включало на улице музыку по ночам, полиция должна принести им бумагу, в которой будет значиться запрет. Абсурд. Тогда любой вор, пойманный с поличным, может говорить о том, что когда ему полиция принесет бумагу с мокрой печатью, в которой написано, что воровать запрещено, он воровать перестанет. Девушка очень долго собиралась с мыслями, чтобы дать письменные объяснения полиции. Потом в игру вступил какой-то доброжелатель, который начал отводить старшего из наряда в сторону и о чем-то договариваться. Ну а позже, по традиции, доброжелатель начал вести себя активнее. Почему? Ну, прокомментируйте ситуацию, раз вы активный гражданин. С активным гражданином. Вот, все. Головный кодекс. Девушка же, комфортно расположившись на стуле, неспешно заполнила лист с объяснениями. А мы с полицией потом пошли в тенистый дворик, где представители правоохранительных органах попросили выключить музыку, но получили отказ. Тогда речь шла уже о том, чтобы сделать потише. Ну и максимально потише сделаем. Еще потише. Сделали. Сделали. В общем, по-моему, не слышно. Ну, я понимаю. Напоследок мы попросили полицейских сделать что-то с громкой музыкой, играющей из машины. Можно просто комментарий небольшой? Нельзя, да? Просто закон есть о тишине. После десяти тишина. Вам все равно? Нет. Нет? Отлично. Отлично. Здорово. На этом вечер завершился. Когда мы с полицейскими уходили, сзади из Ордбухты доносились низкие и высокие частоты, включенные по громче музыке. Чуть позже в центр города выехали поливальные машины, чтобы смыть всю грязь и подготовить город к новому рабочему дню. В день нашего обхода центра города в ток-шоу «Севастополь решает», мы обсуждали проблему неработающего закона о тишине с экспертами. Представитель Департамента территориального развития объяснил, каким санкциям могут быть подвержены заведения, которые включают музыку в запрещенное время. Давайте все-таки немного разберемся. Закон 161 ЗС об обеспечении тишины и покоя гражданам территории города Севастополя, он не регулирует вопросы при остановлении деятельности объектов торговли, развлекательных объектов. Он закрепляет гарантии гражданам на обеспечение покоя в запрещенное время прежде всего. Что это за время? Это с 22 часов до 7 утра и на ряде защищенных объектов с 13 до 15 часов дня. Именно в это время не допускается нарушение тишины с целью обеспечения покоя граждан. И тем не менее, хоть кого-нибудь закрыли? Органы государственной власти субъекта города Севастополя не наделены полномочиям закрывать. Были прецеденты, когда приостанавливалась деятельность объектов, оказывающих услуги, по решению суда, которое было принято на основании обращения Росподребнадзора. Был такой случай уже в новейшей истории Севастополя с заведением рестораном «Казбек». В начале июня к сюжету площади Нахимова о законе о тишине общественница Алиса Лазарева оставила вполне однозначный комментарий. По ее словам, ей, как жителю центра, громкая музыка арт-бухты не мешает. Но спустя три месяца курортного сезона свое мнение она поменяла. Видимо, проблема действительно обострилась. И на вопрос, устраивает ли ее громкая музыка, она ответила утвердительно. Конечно же нет. Я житель Севастополя, всю жизнь прожила непосредственно в центре города. Алиса, то есть получается, что арт-бухта все-таки высока в децибелах, да? Очень высока, действительно слышно, при условии, что живу в воде 44-й школы. Слышимость просто великолепная. Что не так с законом, рассказала депутат Заксобрания Татьяна Лобач. Давайте начнем с того, что этот закон был внесен по многочисленным обращениям граждан. И он хоть как-то пытался регулировать те правоотношения, связанные с ограничением шумовых воздействий, которые у нас в городе Севастополе существуют. Авторами законопроекта были депутаты Кулагин и Горелов. Он первоначально принял 161-й закон, потом в него вносились изменения 202-й. И даже на стадии его принятия мы говорили о том, что он рамочный, он в принципе описывает, что мы говорим, шумовые воздействия, где допускается, где нет. Описывались места, где можно шумовые воздействия ограничить. И ключевое, это у нас допускается, не допускается нарушение тишины с 8 до 23 часов. У нас есть еще административная ответственность, которая останавливается 130-м законом. Вот именно мы прописали рамочный закон, сделали, а второе, должна быть административная ответственность. И третье, кто будет составлять протокол, на кого, как это, комиссионно выходит, должна ли это приезжать милиция, или кто это должен сделать. И есть добросовестные предприниматели, которые узнают и стараются придерживать этот закон, это везде так. А есть просто кто-то или не знает, или вообще никто им об этом не говорил, но есть такой закон. То есть закон исполняется в частном порядке? Часто, вот можно сказать и так, да. Кто-то знает и исполняет, а кто-то знает, пренебрегает, а кто-то вообще не знает. То есть это три нескольких составляющих. Выходит, что иногда закон вовсе законом не является. Мы видели глаза работников заведений, хозяева которых выстроили свои законы, по которым музыка ночью вполне легитимна. И им плевать, что в законе все ровно наоборот. Коммерсанты совершенно не стесняются того, что не боятся ни законов, ни полиции. Это беззаконие, феодальный подход к своему родному городу. Принцип «я здесь власть» рисует унылую перспективу Севастополю. Город, в котором полиция ничего не может сделать с нарушителями покоя граждан. Город, в котором некоторые никак не реагируют на слова губернатора. Город, в котором жажда наживы настолько первична, что оставляет на заднем плане и детей, которые в 10 вечера должны мирно спать, и стариков, которые заслужили покой, и трудящихся, и моряков, рабочий день которых начинается очень рано. В сложившейся ситуации и на примере закона о тишине хочется задать такой вопрос. А может, Севастополю и не нужен такой закон? Как сказал французский философ Жан-Жак Руссо, мудрый законодатель начинает не с издания законов, а с изучения их пригодности для данного общества. Так вот, выходит, что для севастопольского общества такой закон не пригоден? Или мы готовы к переменам? С вами был Макей Русинов. До встречи на площади Нахимова.